Слушайте, буквально вчера посмотрел фильм «Движение вверх», хорошее кино на самом деле. Картина рассказывает о победе нашей сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда мы впервые в истории дернули американцев. Честно, мне такие фильмы нравятся. Они прививают некое чувство гордости за мою родину, но сейчас я не готов сказать за мою страну, потому что Олимпиаду ту все-таки выиграло другое государство, да и команда мечты, так ее называли, была не совсем российской. Помимо русских, мечту тогда нам подарили еще два грузина, прибалты, два украинца. Знаете, какой-то осадок в итоге остался, потому что я осознал, меня снова пытаются обмануть. Начинаем. А сейчас хочу процитировать вам одну статью. Реальная статья, а не выдумка. Опубликовали ее на Медне в одном серьезном и уважаемом издании в МК, если быть точным. Внимание! Журналист Андрей Караулов обвинил свою молодую жену в том, что она хочет его убить. Как утверждает Караулов, для того, чтобы реализовать свой коварный замысел, его дрожайшая половина отправилась в Киев и ищет там сейчас киллера из числа, внимание, бандеровцев. И это только начало. О своих подозрениях господин журналист написал в письме, которое направило лично главе МВД Колокольцеву. То есть не кому-то там, сразу министру человек написал, ну шутка ли. Не рядового исполнителя баба разыскивает бандеровца. Надеюсь, на Кропал Караулов у вас найдется время, и вы дадите ход данному заявлению дальше круче. Помимо обвинения в покушении на убийство себя, Андрей Викторович и в других злодеяниях свою несравненную уличил. Вот, пожалуйста, переписала на свою мать его квартиру в Крыму, на своего отца автомобиль Лексус, опять же его автомобиль. Хотя как это можно сделать без собственника, не понимаю, ладно. А еще журналист уверен, что молодая красавица причастна к исчезновению элитных швейцарских часов с его руки за 60 тысяч европейских рублей и картины Никаса Сафронова с дарственной надписью. Стоимость последней, правда, не уточняется. Откуда конкретно женщина умыкнула картину тоже. Ой, ребята, демократы, если бы я был автором той статьи, я бы ее назвал из записок умалишенного. А вот теперь зачем я вам об этом рассказал? А все дело в том, что раз в неделю этот добрый человек с явными какими-то расстройствами выходит в эфир и в ящики на всю нашу большую страну и учит нас жить. Вам тоже страшно? Это реальная журналистика. Не читайте до утра советских газет. Поехали. В Ухту вас приглашаю, где местные власти, изображая бурную деятельность по реализации федеральной соцпрограммы, насмешили даже воробьев. Ну, у нас же суперпрофессионалы на ответственных должностях трудятся. Речь идет о проекте «Комфортная городская среда», старт которому в стране дали еще год назад, если не раньше. Вот только до Ухты все это дело дошло лишь сейчас. Видимо, почты России ЦУ из Сыктывкара отправили, но исполнять-то надо. И ребята в режиме ошпаренной кошки бросились это делать. Собрали консилиум из Ченуш. Наугад выбрали в городе полтора десятка площадок, где, по идее, можно что-то облагородить. Ну и как того требует сама программа, устроили голосование среди населения, чтобы люди определились, какую именно из территории стоит облагораживать. А анекдот-то знаете, в чем заключается? В попыхах слуги народа совсем забыли придумать, что именно-то на выбранной площадке необходимо сделать. Ну там, не знаю, скамейки поставить или парк разбить, может еще что-то. Зато голосование уже идет полным ходом, урны везде стоят. Мне, когда рассказали эту историю, я долго хохотал. Действительно, а за что люди голосуют-то хоть? Впрочем, чего удивляться? У нас же все выборы так проводятся. Есть, конечно, точка здесь у нас в администрации. Внизу на первом этаже, рядом с гардеробом, расположена урна для голосования и расположена информация о территориях и о том, как можно проголосовать. Также такие точки будут находиться в городском бассейне, в городском дворце культуры. На первый взгляд, сделать города лучше кажется хорошей и здравой мыслью. Однако за громким названием стоит облагораживание территории ЖЭКовского масштаба, асфальт, освещение, бордюрные камни. Это можно делать и без шумихи. Кстати, что же конкретно подразумевается сделать на выбранных площадках, скамейку, урну или другое, нигде не прописано. Точного ответа нет. Вот вы знаете, у нас вечно чиновники на местах жалуются, денег не хватает. В кои-то веки понятно, что под выбор им сказали наверху, дадим чуть-чуть. От вас требуется только формальности кое-какие соблюсти, чтобы из этого еще и пиаровский проект сделать. Ага. Так ведь даже тут обделаться умудрились за то из каждого утюга. Мы великая держава. А вот сейчас шутки в сторону и перемещаемся в Новосибирск, где теперь уже, наверное, с концами канул в лету один из крупнейших научных гигантов страны – предприятие СИБ «Нефть и Геофизика». Предприятие, которое занималось геологоразведкой, на котором работали свыше 2000 человек, флагман своей отрасли, и теперь его, можно сказать, больше нет. Оно пережило перестройку, пережило развал Союза и 90-е, а в наше процветающее время, время невероятных головокружительных успехов и вставания с колен не сдюжило, схлопнулось. Вот вы знаете, мне часто пишут, ты не любишь свою страну, потому что рассказываешь о ней гадости, ты предатель. Разумеется, я предатель, потому что рассказываю сейчас вам об этом, а развалить такое предприятие могли только настоящие герои и истинные патриоты. Нам и Удам их не понять. Просто не верится, что могли такую контору, просто я считаю, такого гиганта свалить. История СИБ «Нефть и Геофизики» – это 45 лет трудовых подвигов. В тайге, на севере, по полгода не видя родных, искали залежи нефти и газа. Привыкли к невзгодам и трудностям, и даже на пикете сдерживают эмоции. А ведь они уже год ждут зарплату за несколько месяцев. Вышли с плакатами на площадь Ленина. Специально для этого приехали из других регионов – Алтайского края, Кузбасса. В СИБ «Нефть и Геофизики» работали люди со всей Сибири. Какой долг перед вами? 275 тысяч. У ребят есть задержки по 700 и по 800 тысяч. Общий долг – почти 70 миллионов рублей. В листе ожидания – 600 сотрудников. Прошлогоднюю зарплату обещают выплатить. В какие сроки – неизвестно. Но люди вышли на главную площадь Новосибирска не столько из-за денег. Поделиться болью за предприятие, которому отдали годы жизни. 70 миллионов рублей – долг предприятия по зарплате. Слышали, да? Одна из причин банкротства. Что такое 70 миллионов рублей сегодня? Это две годовые зарплаты какой-нибудь Памфиловой. Это месячный доход какого-нибудь Сечина или Миллера. А теперь давайте задумаемся. Кто нам, как гражданам и хозяевам этой страны, может принести больше пользы? И не благодаря ли вот этим сибирским ученым Сечины получают сверхприбыли, а Памфиловы проводят выборы, которые финансируют Миллеры. До середины 2000-х Сибнефтегеофизикой управляло государство. Потом в структуре появился частный собственник – столичный холдинг «Геотек». В его составе десятки сейсморазведочных компаний страны. Но контрольный пакет – 51% акций – остался у государства. В начале прошлого года Росимущество передает его Росгеологии – профильной госкорпорации. У организации заказы на георазведку со всех континентов. Появление такого хозяина-гиганта сулило новые проекты и процветание. В марте этого года Сибнефтегеофизику признали банкротом. Открыли конкурсное производство. Не бывает у нас структуры собственности, в которой два или более собственников. Все хотят иметь стопроцентный контроль. И, как в известном фильме, не доставайся же ты никому. И, соответственно, то, что мы сегодня имеем – это результат, видимо, такого решения. Да нет, это результат работы эффективных менеджеров, которые, к слову, нарастили долг предприятия на начало этого года до 2 миллиардов рублей. Впрочем, индийцы в 2017-м контракт на 4 ярда предлагали, эффективные отказались. Браво! А еще это результат повсеместной коррупции и кумовства. Кстати, только недавно рассказывал вам о предложении депутата Единоросса из Госдуры Гусевой не карать за коррупцию строго. Действительно, это ж разве преступление? Такое предприятие развалить? Вот рассказать об этом в эфире – это да. Перепост данного материала сделать тоже что-то из разряда ужас-ужас. За подобные расстрелять не грех, а прокакать гордость страны. Ладно, все. Закругляться пора, и это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе ссылка на нее прямо надо мной. Вести из дурдома еще больше. Заходите, возгордитесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже интересно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока! С ума сойти! Сочи рулит, ребята! Ареда рулит! Обалдеть!